Сильно влиять на действия людей, на их мнения и на то, что происходит лично со мной. Все это произошло в этом месте, которое я никогда не забуду, 9 лет назад. С того момента я начал увлекаться презентациями, читать по ним литературу и практиковаться в них больше и больше. Так что сейчас даже другим людям передаю свой опыт. Но какие выводы можно сделать из этой истории? Первый вывод, конечно, никогда не пейте за рулем. То есть никогда. Это всегда закончится плохо. Хорошо, что там никто вообще не пострадал. Но что еще? Если у вас есть какие-то идеи, какие-то мысли, выводы из этой истории, я буду рад их прочитать, услышать. Мне просто интересно, насколько вы их там заметили. Энрике считает, что это крутая история. Спасибо, Энрике. Я рад, что она закончилась именно так, как закончилась. Все могло быть намного хуже. В Луанде, в Анголе в 2004 году спокойно могли вынести из пистолета мозг просто за телефон. Вот. А не то, что менять кем-то колеса. Никогда не знаешь перед кем, когда придется делать презентацию. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И более того, ты никогда не знаешь, какое значение она может иметь. То есть люди часто недооценивают презентационный навык. Считается, что это что-то дополнительное. Что, окей, я специалист в своем деле. Ну, я не могу это хорошо рассказать, не могу хорошо объяснить. Это как будто бы с советских времен тянется. То есть рабочему, крестьянину не пристало хорошо говорить. То есть это баре хорошо говорили. А вот рабочий крестьянин должен говорить плохо, он дело свое делает. Но мы сейчас живем в абсолютно другом мире. Мы живем в мире информации, когда мы перегружены информацией. Нужно уметь ей делиться. Да, вот. Моя жена Саша Шелешова считает, что я уже давно гуру. Спасибо, Саша. Плюс 100-500. Будь готов к любым сюрпризам. Да, смотрите. Во-первых, любая импровизация требует подготовки. Она требует времени. То есть, грубо говоря, то, что я им рассказывал, я не выдумывал, я не врал, я не сочинял. Я пять лет этому учился. И хорошая презентация, хорошая импровизация всегда требует времени. Когда вы видите, что кто-то выходит, и как бы, ну, вроде его не объявляли, а он вышел и так вот спонтанно все рассказал. Ну, не верьте. Этот человек готовился, готовился серьезно. Или, возможно, просто он эту презентацию рассказал уже 2000 раз другим людям, просто вы ее не слышали, и кажется, что это экспромт. Хороший экспромт – это всегда очень длительная подготовка. И два-три часа на презентацию – это не время. Презентация готовится днями или даже неделями. И нужно хорошо понимать аудиторию. Да, согласен, Лена. Ну да, и, в принципе, третье – это как раз то, что ты никогда не знаешь, когда тебе нужно будет ярко выступить. Вот у вас есть какая-то идея, бизнес-проект, еще что-то. Даже если вы сотрудник компании, а не какой-то стартапер и предприниматель. Но вы никогда не знаете, когда вы столкнетесь в лифсе с генеральным директором или просто окажетесь с ним в ресторане за соседним столиком или еще что-то. У вас будет шанс. У вас будет шанс, и к этому шансу нужно готовиться. Знакомиться с психологией НЛП. Ну, окей. Оставим такое мнение. Давайте теперь, когда уже история рассказана и выводы сделаны, наконец-то поговорим о наших скелетах, о скелете презентации. Какая основная характеристика скелета? У большинства людей скелеты абсолютно одинаковые. Кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше. Но если вы соберете всех своих друзей в комнату, где есть рентген, и посмотрите на них, на их рентген-снимки, вы не сможете отличить, кто здесь Маша, кто здесь Петя. Только специалисты даже могут определить по скелету, это скелет мужчины или женщины. Часто это очень трудно сделать. Также и в презентациях, в фильмах, в спектаклях. Скелет он всегда одинаковый. То, что нас с вами отличает, это то, что на скелете. Это уже содержание, контент, наш дизайн лица и всего тела. А то, что внутри, оно как раз у нас у всех одинаковое. Это то, что нас объединяет. И то же самое презентация объединяет одна структура. Она у всех презентаций, качественная презентация, она у всех одна. Но если в вашей презентации чего-то не хватает, если, например, у человека не хватает тазобедренной кости или голени, то это видно сразу. Это видно невооруженным глазом. И каким бы он не был красивым на лицо, мы видим, у человека нет ноги. Что касается людей, это не делает его ни хорошим, ни плохим. А что касается презентации, это плохо. Если мы вернемся к нашей официационной теме, то есть, напоминаю, что сам тренинг, эта тема, эта часть тренинга, презентация высокого полета, и мы там все разбираем на примере салона бизнес-класса и эконом-класса, то это выглядит вот так. То есть презентация бизнес-класса – это просто нормальный полноценный скелет, который здесь череп и все кости. А в презентациях эконом-класса всегда чего-то не хватает. Или начало смазанное, или концовка, или яркое начало-концовка, но в середине непонятно, про что человек рассказывал. В его скелете чего-то не хватает, и из-за этого вся презентация теряется. То есть, опять же, как бы вы ее не украшали, если пару костей не хватает, то это видно невооруженным глазом. Для этого не нужно быть специалистом по презентации. Вот. Опять, так, какой объем идеальный бизнес-классная презентация. Это хороший вопрос, и в принципе, в этом вебинаре мы немножко разбираем вот это как раз тему тайминга, сколько времени на что уделять, и сколько времени уделять на всю презентацию. Я буду рад, если вы ответите на этот вопрос, и предложите свои идеи, из каких частей состоит презентация. По-вашему, вот что из себя представляет тот самый скелет презентации? Стартап-пичи рекомендую максимум 10 слайдов. Ну, эту тему ввел Гай Кавасаки, он сказал, что просто 10 слайдов и все. Кто-нибудь пишет свое мнение по тому, из каких частей состоит презентация? Пока я отвечаю Лилиане. Просто дело в том, что Гай Кавасаки просматривает много презентаций от стартаперов. И, видимо, на каком-то моменте его достали, длинной презентации, он сказал, что все, 10 слайдов больше не надо. С одной стороны, да, я с ним согласен, что, в принципе, любую идею можно уложить в 10 слайдов. Можно уложить. И у него, как у инвестора, человека, который платит, есть такое право давать это требование. Но на самом деле, если у вас будет за 10 минут, например, 10 слайдов, или за 10 минут у вас будет 50 слайдов, то вы будете просто динамично их переключать, они будут соответствовать тому, что вы рассказываете. Лично я не вижу в этом проблемы. И ограничение по количеству слайдов, которые используются именно в публичном выступлении, когда человек выступает, а не пересылает их по почте, оно мне не кажется существенным. То есть есть презентация, к сожалению, не могу сейчас вспомнить имя человека, там какое-то безумное количество слайдов. Вся презентация на белом фоне просто одно ключевое слово из каждой фразы, которую говорит человек. То есть он говорит и вот так переключает слайды. Это было очень в тема, очень классно. У меня там какое-то огромное количество просмотров. Никого не утомило, что слайдов много, потому что это было все логично. Так, части презентации. Начало, середина и конец. Браво! У Сета Година есть такое. Кто такой Сет Годин, я не знаю. Окей. Действительно, у презентации есть начало, середина и конец. И мы сейчас с вами разберем, что в них содержится, в этих блоках. Ну, возвращаемся к теме самолетов, просто чтобы это было наглядно. Вступление – это взлет. Вы не можете просто запрыгнуть на самолет, который уже летит на высоте 10 тысяч метров. Вам нужно взлететь. И то же самое с презентацией. Если вы просто выйдете на сцену и сразу начнете какие-то факты вывалить на людей, они просто вас не поймут. Здесь то же самое. Нужно сначала взлететь. Потом, соответственно, основная часть. Ну, и, конечно же, нужно приземлиться. В вашем выступлении должна быть логика. Вот, Энрике знает, кто такой себя отгонит. Супер. Так, вот это я уже вам подсказал. Ну, ладно, тогда подскажу. Хотел спросить. Уже нажал, значит, так оно пускай будет. Смотрите, это такая есть общая идея. То, что на вступление должно уходить 20% времени, на основную тему 60% времени и на заключение 20% времени. Эта идея есть, и она написана во многих книжках. Но, если честно, лично я не видел ни одной презентации, в которой время было распределено именно так. Все зависит от цели презентации регламента. Очень важен сам спикер. Если он отлично ориентируется в своем выступлении, неважно, сколько слайдов. Ксения. Согласен, да. Вот именно то, что я сказал, я эту идею как раз поддерживаю. Количество слайдов не важно. Структура важнее. Структура важнее, чем количество. И даже оформление слайдов. Несмотря на то, что вот это соотношение 20-60-20, оно, грубо говоря, такое идеальное, да, но на практике оно мало используется, есть логическое объяснение, почему так много времени отводится на вступление и на заключение. Вступление, почему? Потому что нужно установить контакт с аудиторией. Представьте, презентация без вступления. Представьте, как если бы молодой человек пригласил девушку на свидание, и они где-то встретились, и вместо того, чтобы сходить в кино, в ресторан, в театр или еще куда-то, просто говорит, привет, поехали ко мне домой. То есть вступления не было, сразу основная часть. Ну, скорее всего, она просто подумает, что он дурак, а в худшем случае, может, надает ему по голове. То же самое и с презентацией. Вступление – это та часть, когда публика решает, где интересно вас слушать, они будут вас слушать, или можно просто окунуться в свой смартфон, свой планшет и заниматься более интересными делами. На вступлении публика решает, интересны вы им или нет. Вы будете говорить о том, что их касается, или о какой-то отвлеченной фигне. Вот как раз презентация эконом-класса на вступлении обычно и заканчивается. Человек вышел, что-то там сделал, все уткнули в свои планшеты и смартфоны, и все. А презентация бизнес-класса – это вступление, это та часть, когда все отложили свои планшеты и направили все свое внимание на спикера, потому что они почувствовали, что узнают сейчас что-то важное. В основной части должна быть обязательно проблема и ее решение. Вот такова структура. Есть такой очень крутой спикер – Алл Гор. Это бывший вице-президент США, член Совета Директоров, действующий член Совета Директоров компании Apple и председатель The Climate Reality Project. То есть это сейчас его основная должность. То есть с тех пор, как он не выиграл президентскую гонку, он активно занимается продвижением всяких акций, движений и просто информирования населения планеты о климатическом кризисе, о глобальном потеплении, о засорении планеты. И он выступает на конференции TED.com регулярно. У него очень классные выступления. Можете себе это имя пометить, найти его выступление после вебинара. На его примере я просто засек на таймере, как Алл Гор, признанный спикер, распределяет свое время на все вот эти блоки структуры презентации. Вот смотрите, его выступление в 2006 году, в 2008 году и в 2009 году. Серенькое – В – это вступление, красненькое – лебордовое – П – это проблема, Р – решение и З – заключение. Что происходит? В 2006 году Алл Гор проиграл президентскую гонку. Он в депрессии отправляется путешествовать вокруг мира на своей яхте, думает, чем заняться дальше. То есть человек 8 лет работал в Белом доме в Вашингтоне, и теперь все, карьера закончилась. Он понимает, что у него остались связи, у него осталась способность видения крупной картины. Он крупный был политик, что ему делать? И тут до него доходит, что всю жизнь он так или иначе интересовался проблемой климата, и он решает это делать. Так вот, в 2006 году – это первое его выступление, когда он выходит к публике, к людям, не как вице-президент, не как кандидат в президенты, а как человек, который защищает климат планеты. Посмотрите, как много времени он уделил вступлению. Он устанавливает контакт с аудиторией заново. Они знают его лицо, но они не знают его, как защитника нашей планеты. Он рассказывает там очень интересную, смешную историю, чуть-чуть обозначает проблему, и достаточно много уделяет времени предлагаемым им решениям. Ну, небольшое заключение. Что происходит в 2008 году? То есть через два года. Вступление чуть короче, очень много времени уделяет проблеме. Какой вывод, я так полагаю, он сделал? Что та проблема, которая для него очевидна, которой он уделял мало времени,